Лекция по Бхагавадгите, как она есть. Первая глава, тексты 13 и 14. Прочитана Его Божественной Милостью, Аче Бхактивиданты, с вами Прабхупады, 14 июля 1973 года, в Лондоне, Англия. Перевод. «Вторя ему, разом зазвучали раковины, барабаны, трубы, горны и рожки, наполнив воздух громоподобным гулом». Здесь упоминаются о разновидности музыкальных инструментов. Люди уже не пользуются этими инструментами, но на разного рода рожках, барабанах, литаврах люди играют и в наши дни. Принцип тот же самый. «С помощью музыкальных инструментов в солдатах поддерживается боевой дух, чтобы они могли доблестно сражаться». Когда все эти инструменты зазвучали одновременно, слившись в единый гул. Следующий стих. Перевод. «Тогда на другой стороне Господь Кришна и Арджуна, стоявшие на великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины». Вы видели изображение. Кришна управляет четырьмя белыми конями. В сравнении с раковиной, в которую протрубил Бишма-Дева, раковины в руках Кришны и Арджуны именуются божественными. Кришна духовен. Кришна не принадлежит материальному миру. Тело Кришны, Его деяния, все связанные с Кришной запредельны этому материальному миру, Дивьям. В Чатушлоке Бхагаватам сказано в наставлениях Кришни, «Браме, Ахам-Эвам-Асам-Агре» «Я существовал до сотворения мира». Также сказано в Ведах «Эко-нарайна-Асид» «Прежде чем возникло творение, существовал лишь Нарайна». Итак, положение Кришны всегда остается трансцендентным. Он является творением материального мира. Но так как Он приходит как человек и действует как человек, те, кому недостает разума, Ахваджи-Нанти, считают Кришну обычным человеком. Мудха, то есть ослы или неразумные люди, они не способны постичь положение Кришны. Кришна всегда пребывает на трансцендентном уровне. Когда Арджуна спросил у него по поводу его утверждения о том, что он давал наставление Богу Солнца, Кришна сказал «Это Бхакти-йога», упомянутый в Бхагавадгите. Бхагавадгита — это Бхакти-йога. Это наука понимания Верховной Личности Бога. И это произведение также трансцендентно. Бхакти тоже трансцендентно. Бхакти не является деятельностью материального мира. Итак, Бхакти — это деятельность, связанная с Кришной. Поэтому она нематериальна. Бхакти-йога трансцендентна. И так как Кришна трансцендентен, вы не сможете постичь Кришну, пользуясь каким-либо материальным методом. Поэтому Кришна говорит «Бхакти-ямам-абиджанати» «Метод должен быть тоже трансцендентным, не материальным». Итак, если мы можем понять эти простые истины, что Кришна трансцендентен, имя Кришны трансцендентна. Форма Кришны трансцендентна. Сачидананда-Виграха. Тело Кришны Сачидананда. Его тело неподобно нашему. Наше тело — Асад, Ачит и Нирананда. Прямая противоположность. Материальное тело — Асад, то есть временно, оно не будет существовать всегда. Но тело Кришны — не такое. Тело Кришны — Вечна. То есть Чит, Сат, Чит. Исполнено знание. Итак, люди, которым не достает разума, не могут постичь Кришну. Поэтому Шастра говорит, Материальные чувства Индрии не способны постичь верховную личность Бога. Это невозможно. Это пустая трата времени. Бесполезное занятие. Кришну следует понимать так, как об этом говорит Кришна. Он может объяснить науку о себе. Никто другое не может. Дело в том, что наши чувства несовершенны. Мы подвержены четырем недостаткам. Мы совершаем ошибки. Мы поддаемся иллюзии. Наши чувства несовершенны, и при этом мы пытаемся говорить о трансцендентной науке, и, следовательно, обманываем. Они будут говорить, возможно, вероятно, это язык так называемых ученых. И это свидетельствует о том, что их знания несовершенны, и тем не менее, они хотят учить других, и это обман. Знание должно быть совершенным. Только тогда вы можете учить других. Итак, наш путь — это получать совершенное знание из совершенного источника и распространять его. Мы не придумываем никаких знаний. Поэтому мы представляем Бхагавад-гиту, как она есть. Как она есть. Бхагавад-гита уже совершенна. Зачем нам толковать ее, пользуясь своими несовершенными чувствами? Это обман. Но люди хотят быть обманутыми. Весь мир наполнен обманщиками и обманутыми. Поскольку мы хотим быть обманутыми, вокруг нас множество обманщиков. Люди не хотят реального. Вот реальная Бхагавад-гита. Верховная Личность Бога сам рассказывает о себе. Зачем нам давать трактовки? Значит ли это, что Верховная Личность Бога, высший авторитет, оставил что-то необъяснимым, для того, чтобы позднее какие-то негодяи, мошенники давали этому собственное толкование? Нет. Но есть такие негодяи, которые дают такие толкования. Это обман. Один из изъянов. Насчитывается 645 изданий Бхагавад-гиты. Сплошной обман. Среди авторов есть известные ученые. Они не ученые, они негодяи. Но они обманывают. Они выставляют себя учеными. Люди хотят быть обманутыми. Принимают их слова на веру. И они не могут понять Кришну. Обманутые. Они принимают прибежище у обманщиков. Поэтому они обмануты. Майя очень сильна. Майя постоянно подталкивает нас к тому, чтобы нас обманули. Зачем ты считаешь Кришну верховной личностью Бога? Не считай. Он обычный человек. Ты тоже можешь сравняться с Кришной. Ты тоже можешь стать Богом. Стань воплощением Бога. Вот что происходит. И такие люди находят себе единомышленников, потому что они хотят быть обманутыми. Они не примут слова Кришны. Кришна говорит, «Прими только сознание Кришны». Сарва-дхарман. Потому что всякая дхарма, не одобренная Верховным Господом Кришной, не является дхармой. Человек или полубог, или очень великая душа, не может придумать дхарму. Это невозможно. Истинная дхарма дается Верховной Личностью Бога, Кришной. И об истинной дхарме сказано в Бхагавадгите. Просто предайся мне. Это истинная дхарма. Предайся Кришне и следуй его наставлениям. И так твоя жизнь станет совершенной. Потому что ты следуешь совершенным наставлениям. Следовательно, ты тоже совершенен. Простой метод. Чтобы обрести совершенство, мы должны следовать совершенным наставлениям. Итак, Бхагавадгита содержит совершенные наставления. Если мы воспользуемся ими, как они есть, и будем следовать им, достижение совершенства не будет представлять для нас непосильную задачу. Но поскольку мы не хотим стать совершенными, поскольку мы хотим быть обманутыми, мы не становимся совершенными. В этом проблема. Итак, с самого начала мы должны знать, что Кришна трансцендентен. И все его деяния трансцендентны. Хотя Кришна приходит в этот мир подобно обычному смертному. Но он необычный человек, потому что когда Кришне было всего три месяца от роду, он убил Ракшаси Путану. Трехмесячный ребенок не может убить такого гигантского демона. Это невозможно. Кришна когда Кришне было шесть или семь лет, он поднял холм Гвардхана. Что может быть трудного для Кришны? Если Кришна может запускать в атмосферу гигантские планеты, которые плавают подобно комочкам хлопка, разве трудно Кришне поднять гору своей рукой, держать его на пальце? Для Кришны это не трудно. Но те, кто хотят быть обманутыми, когда они сталкиваются с проявлениями трансцендентной силы Кришны, они не верят этому. Они скажут это все как это называется мифология. Как будто бы Вьясадева написал Шримад Бхагаватам чтобы развлекать этих мошенников мифологией. какими-то воображаемыми историями. Мы можем наблюдать как они хотят быть обманутыми. Такая великая душа как Вьясадева который дал нам эти ведические произведения написал нечто воображаемое. Чего ради ему это делать? Поэтому иногда эти обманутые люди не хотят признавать что Бхагавата написана Шивьясадевой Однако истинные ачарии те кто могут вести нас как Шанкарачарья Рамануджачарья Мадвачарья Чайтанья Махапрабху Они так не говорят Они не называют это мифологией плодом воображения Они признают это как оно есть И мы должны следовать за этими Махаджанами Махаджана Джейна Гатас Сапан Дхар Дармас Сатат Танг Нихит Гвхая Мы должны следовать за великими душами ачариями Тот кто принял прибежище у ачарии авторитетного истинного духовного учителя знает ачарья ван Пурушва Веда поскольку он получает истинное знание из истинного источника ачарии ачарья это тот кто состоит в ученической преемственности как говорит Кришна все ачарья в ученической преемственности говорят одно и то же они не будут менять учения они не будут давать свои трактовки они могут объяснить но изначально истина остается неискаженной это ачарья ачарья никогда не скажет Кришна материален не было такой личности как Кришна не было битвы на Курукшетре все это плод воображения и так если мы не хотим быть обманутыми мы должны обратиться к Кришне и воспринимать его так как он сам говорит о себе и как это подтверждают ачарьи тогда наше знание совершенно так здесь сказано Кришна и его преданные Арджуна находятся на одном уровне поэтому Мадава и Пандава протрубили свои божественные раковины и это необычное явление звук божественных раковин указывал на то что у противника не было надежды на победу вот что значит этот звук дивьям они тоже трубят свои раковины даже Бишма трубит но их звуки не могут сравниться со звуками раковин Мадавы и Пандава такие спутники Кришны как Арджуна также равномогущественны Кришне никто не может стать спутником Кришны не будучи на высоком уровне как например огонь может смешиваться с огнем также вода может смешиваться с водой до тех пор пока человек не достиг высокого духовного уровня он не может стать спутником Кришны Наратамда Стакур поет Гурангера Сангигане Нитта Сриддх Боли Мане Сиддх Брянгера Сангигане Шачитане Махапрабу Кришна и его спутники все преданные все преданные так Наратамда Стакур говорит все эти спутники Читани Махапрабу принадлежат к той же категории Гурангера Сангигане Ниття Сида Кори Мане это слово Ниття Сида очень важно в данном случае Ниття Сида и Ниття Бадха есть две категории живых существ Ниття Бадха вечно обусловленные что это значит это те кто находятся в материальном мире и не знают когда они пришли в соприкосновение с этим материальным миром равно как и не знают когда станут освобожденными их называют Ниття Бадха вечно обусловленными аналогично есть Ниття Сиддхи это означает те кто никогда не соприкасались с материальным миром и даже если они приходят сюда ради какой-то цели они не забывают о своем положении это Ниття Сиддха попытайтесь понять есть две категории живых существ Ниття Сиддха Ниття Бадха Ниття Бадхи находятся в материальном мире начиная с Брамы и кончая маленьким муравьем незначительным муравьем все они Ниття Бадхи каждый кто находится в материальном мире Ниття Бадха Ниття Сиддхи принадлежат духовному миру они никогда не приходят в соприкосновение с материальным миром и они даже могут приходить с какой-то миссией исполняя волю Верховного Господа но при этом они не касаются материальных качеств они всегда остаются запредельными материальному миру так же как Кришна всегда остается трансцендентным несмотря на то что находится в материальном мире точно так же спутники Ниття Сиддхи также трансцендентны и никогда не касаются материального мира Попытайтесь понять положение Кришны Кришна является Нарайна Паро Авиактат трансцендентным Пара Авиактат и это Пурушоттама Йога она содержится в Бхагавадгите Кришна сказал всякий кто постиг меня Аджам Авьяям кто понимает что я никогда не рождаюсь в материальном мире что я не подвержен разрушительному влиянию материи знают меня в совершенстве это называется Пурушоттама Пуруша Уттама Уттама означает не от этого мира Утт значит выше Аттама значит тьма Итак Уттама значит выше тьмы Итак Уттама Пуруша Пуруша Уттама Пуруша означает наслаждающийся Пракрити это объект наслаждения на самом деле мы не Пуруша мы Пракрити об этом сказано в Бхагавадгите Апарайям Иташту Биддхиме Пракрити Апарайям Материальные элементы земля, вода огонь, воздух небо ум, разум являются отделенными энергиями материальными энергиями Кришны это тоже Пракрити Материальный мир является Пракрити точно так же есть другое Пракрити и Кришна говорит об этом но это Пара Пракрити Итак мы не Пуруша мы Пракрити хотя мы покрыты материей и мы кажемся Пурушами на самом деле это не так например если вы переоденете женщину в мужчину это не сделает ее мужчиной она женщина подобно этому мы Пуруши в том смысле что мы пытаемся подражать Верховному Пуруши Пурушоттами Кришна Верховный наслаждающийся мы пытаемся стать имитацией Кришны например много негодяев провозглашают себя Богом это последняя ловушка майавада прежде всего мы пытаемся стать наслаждающимся например главой семьи или министром тем иным делаем множество разных попыток все пытаются стать начальником боссом наслаждающимся в конце концов когда мы терпим фиаско во всех отношениях мы желаем стать Богом это последняя ловушка майи никто не может стать Богом он Пурушоттама а мы Пракрити как мы можем искусственно стать наслаждающимся Пракрити значит объект наслаждения наслаждающийся и объект наслаждения господин и подвластный ему и так Джива Бута мы Дживы мы все Пракрити Пуруша единственный Пуруша это Кришна есть Вишна Татва это Пуруша Татва а мы Шакти Татва Шакти мы энергия пограничная энергия Кришны и так энергия это Пракрити Пракрити не является Пурушей и так философия Майавады ошибочна они говорят про себя Сохам я тот же как вы можете быть тем же Пшаст сказано вы живое существо вы Пракрити как вы можете стать тем же Пурушей это ошибка как Пракрити как женщина может стать мужчиной это можно сделать искусственно здесь тоже есть так называемые женщины которые считают себя Пурушей Пуруша значит наслаждающийся здесь женщины тоже думают что они наслаждаются и так называемые мужчины думают что наслаждаются все так думают никто не хочет служить все хотят чтобы им служили это настроение Пуруши все хотят чтобы им прислуживали никто не хочет служить таково материальное мировоззрение когда мы соглашаемся служить а не принимать служение это освобождение когда мы соглашаемся только служить а не принимать служение когда мы утрачиваем желание получать служение со стороны других но когда мы желаем служить другим это истинное освобождение Но здесь материальная болезнь такова, что все строят планы. Как же сделать так, чтобы другие служили мне? Это называется майя. Что такое майя? Это попытка искусственно сделать себя объектом служения. Это невозможно. Когда мы соглашаемся служить, Чайтани Махапрабху даровал нам путь, ведущий к освобождению. Таково наше положение. Мы вечные слуги Кришны. Когда мы посвящаем себя служению Кришне, такова канва всей Бхагавадгиты. Арджуна искусственно уклонялся от служения Кришне. Кришна хотел, чтобы тот сражался, но Арджуна выдвигал множество аргументов, как он мог сражаться и убивать воинов на другой стороне, которые были его родственниками, его племянниками, его братьями, дедом. Он выдвинул этот аргумент. Иными словами, он отказывался служить Кришне. И это материальное состояние. Он думал о себе. Он хотел наслаждаться родственниками, так называемыми племянниками, братьями. И он подумал, если они будут убиты, то какой смысл в моем царстве? Но люди думают, если я обрету царство, я буду наслаждаться. Это обусловленность. Но освобожденная душа примет царство, но будет использовать его для служения Кришне. Вот что такое освобождение. Именно так мы должны пытаться понять Кришну, имя Кришны, славу Кришны, спутников Кришны, деяния Кришны. Все это дивья, трансцендентно. Это нематериально. Поэтому здесь сказан Дивья Сангхоу, Шанка, в которую трубил Кришна и Арджуна, необычный Шанка. Спасибо вам большое.